Римлянам, шестая глава. Мы хотим показать вам четкие различия между субъективным опытом и объективной верой. Вера и Крещение – синонимы. В Библии есть семь видов Крещений. Есть самое основное Крещение – Крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом происходит в момент нашего спасения, когда Дух Святой крестит нас в тело Христа и в единство с Христом. 1 Коринфянам 12.12.13 Появились в Церкви Крещения, Возрождения, Церковь Христа и другие. Они делают большое ударение на Крещение и Возрождение. Они используют стихи Деяния 2 глава 38 стих «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Церковь Христа очень догматична в этой интерпретации. Они настаивают, что Павел должен был быть крещен немедленно. Они исповедуют крещение Возрождения, которое говорит, что вы не спасены до тех пор, пока вы не крещены водой. Они полностью не понимают духовный смысл этого, но живут буквой. Все это основывается на пяти стихах Библии. Главный стих Деяния 2 глава 38 стих Говорит о покаянии и о крещении. Это значит, когда вы поверили и изменили свой ум, свое отношение к благодати и Евангелию, вы спасены. После того, как вы спасены, вы креститесь. Они полностью упускают этот смысл в Деянии 2.38 и используют еще четыре стиха, чтобы обучать крещению Возрождения. Ефесянам 4.5 говорит об одном крещении. Это крещение описывается 1 Коринфянам 12.12.13. Это крещение происходит Духом Святым. Никогда не думайте, что это крещение с Духом Святым. Это крещение Духом Святым. Когда мы поверили, Святой Дух помещает нас в позицию единства с Иисусом Христом. Иисус Христос, наша федеральная глава, разрушил территорию греха и власть смерти. Для Него все кончилось навсегда. И для нас в нашем отождествлении с Христом, когда мы разделяем Его жизнь. Когда мы понимаем позиционную истину, мы упражняемся в нашей свободной воле в пяти простых вещах. Первое. Мы должны знать, что мы распяты с Христом. Это исторический факт, который произошел в прошлом. Это крещение в смерть. Второе. Мы крещены с Ним в погребение. Третье. Мы вошли с Ним в новую жизнь в воскресении. Мы распяты вместе с Христом. Мы соединены с Ним подобием смерти Его. То должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6.5. Это так замечательно, что сделал Бог по Своей милости и любви. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. Римлянам 6.10. Грех не имеет никакого общения с Иисусом Христом. Он говорит об этом в Иоанна 12.31, 14.30 и 16.11. Иоанна 14.30, ибо идет князь мира этого, и во мне не имеет ничего. «Я отождествился с грешниками и стал грехом, но был воскрешен Святым Духом. Мое воскресение было доказательством того, что моя человеческая жизнь была полностью принята Богом Отцом, и моя плата полностью удовлетворила Его святость и дала обеспечение в искуплении для каждого человека, который приходит к престолу милости», — говорит Иисус. Иисус прошел через грех и смерть, а моя часть — принять то, что Он сделал, и принять, кто Я есть в Нем. «Мы имеем это в нашей жизни, идя выше субъективного опыта». Я должен войти в этот замечательный процесс «почитать себя» Римлянам 6.11. Процесс «почитать себя» очень важен. Римлянам 6.11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. И так да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, «как оживших из мертвых и члены вашим Богу в орудие праведности». Далее я должен, 17 стих, «от сердца стали послушны тому образу учений, которому предали себя». Снова и снова вы будете встречать верующих в любом служении, у которых есть понимание этого откровения. Они обучены этой истине. К сожалению, через пренебрежение, беззаботность и занятость собой, верующие не понимают, как почитать себя таким, о ком они имеют информацию, и Слова Божьего, послушаясь от всего сердца учению, мышления вместе с Богом в новизне жизни. Первое, что может происходить в жизни верующего – ограничение завершенной работы Христа. Мы с вами очень подвержены человеческим предложениям. Мы рационализируем в человеческих взаимоотношениях, в естественных предпосылках. Мы рационализируем наших решений, которые ведомы необходимыми обстоятельствами. Мы мастера в понимании человеческих предложений. В нашей стране есть очень мощная организация защиты потребителя. Так должно быть. Нужна такая защита, потому что многие обманывают и имеют преимущество в этом. В нашей стране нет организации, защищающей права продавцов. Мы замечаем, что покупатели тоже обманывают. Они пытаются использовать всякий имеющийся способ, чтобы получить свои деньги обратно. Иногда они манипулируют и обманывают. Когда кто-то из них говорит что-то в юридической компании, они сразу привлекают их внимание. Он сразу привлекает их внимание. Человек, который производит товар, или тот, кто продает товар, не имеет такой привилегии и такой компании, которая отставила бы их права. Это человеческие предложения. Человеческие предложения – это то, что утверждается в человеческом уме через рациональное мышление, основанное на гордости и обмане или на необходимых нуждах человека. Божественное предложение Нового Завета не может быть отменено. Когда мы принимаем специальную информацию, мы понимаем, что мы полностью можем положиться на Божье предложение. Божье предложение – это Римлянам, 6 глава, 4 стих. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. Это замечательный принцип. Итак, ОУН, Соединительный Союз, погреблись с ним, Сунфепто, Аорис – пассивного залога изъявительного наклонения. Это означает «единение с Христом в Его смерти и единение в Его воскресении». Это установленное единство через Божье предложение благодати и милости в завершенной работе Христа. Приставка Сун говорит об обоюдном действии или разделение общей судьбы. В те времена, когда приставка Сун использовалась в отношении Божества, это означало людей, которые сражаются против Бога в своем надмении и человеческой силе, пытаясь жить отдельно от Бога. Здесь эта приставка используется со словом «Кристос» и означает стоять и получать Божью помощь из-за абсолютного единства, которое было установлено через Крещение Святым Духом в момент нашего спасения по благодати через Рею. Крещением в смерть. Диа, Баптизма, Эйс, Танатос, существительное среднего рода родительного падежа, плюс существительное мужского рода винительного падежа. Этот факт, который имел место в прошлом, без сомнения, самая непонимаемая истина в Библии. Я заметил однажды утром, когда я обучал этому, третья часть студентов засыпали. Им был знаком этот стих, но они не жили по Нему. Другими словами, у них было самосознание без света, информация без жизни. Они не понимали, что это теологический факт, который предваряет действие веры в нашей жизни, чтобы мы были восстановлены от субъективного опыта, который доминирует над многими способностями человеческой души. Мы были крещены в Его смерть, чтобы... 4 стих, «Дабы как Христос», «Хоспер», «Христос», таким же образом, как Христос, воскрес из мертвых, ари из пассивного залога, изъявительного наклонения. В определенное время он принял действие воскресений. Это реальность декларативного наклонения. Слово мертвых, некрон, прилагательное множественного числа мужского рода, которое говорит обо всех, кто перешел в смерть. Далее, «Славою Отца» «Диа-то-докса-патор» Существительное женского рода родительного падежа, что означает «сила жизни Отца» была явлена в осуществлении этого воскресения. Слава Отца была явлена в воскресении Иисуса Христа. «Это было сделано могущественной силой Бога Отца». Четвертый стих мы продолжаем. «Так и нам ходить в обновленной жизни». Христос вознесся во славе, 1 Тимофея 3,16, Он находится одесную славу Божией Деяния 7,55, Слово «ходить» «перипатео» аурист активного залога, сослагательного наклонения, что также говорит о поведении в жизни. Наше послушание в вере производит действие, хождение не просто в жизни, но в обновленной жизни. Обновленная жизнь – это качество жизни, существительное родительного падежа, владение, кайнос, новый по природе. Картина крещения указывает на две вещи. На смерть Христа, Его погребение и нашей смерти для греха. «И на воскресение Христа из мертвых и нашей новой жизни в нем». Господь говорит, это Божье предложение. Это предложение рассматривается в свете того, первое, что уже было сделано Христом через благодать, второе, мы были помещены в Него по благодати, и это дало нам способность ходить в обновленной жизни через Его милость. Так Бог видит это. Так Бог видит это. Помните, если человек не ищет практиковать эту истину, ему наскучит это твердое учение Слова Божьего. К нам приходят люди в воскресенье из разных деноминаций. Они приходят сюда, ну, может быть, один раз в неделю. И они хотят быть еще более эмоциональными. В то же самое время им нравится учение. И они думают, что оно немного сложное в слове. Немного сложное в слове. Немного не хватает поклонения, но, в общем, ничего. Они хотят, чтобы было более эмоциональное прославление и проповедь легкая для понимания. Они не знают, что делать, потому что Слово Божье бросает им вызов. Им нравится эмоциональность и субъективность. И они хотят испытывать на опыте субъективность их взаимоотношений с Богом. Когда они выходят из церкви и идут на работу, они думают, что это другой мир. Это не церковь. А мы верим, что это центр представительства верующего, чтобы видеть Христа в честности своей жизни. Очень интересно, что говорят эти люди своим друзьям, когда приходят сюда. Зачастую их очень трудно убедить, потому что эмоционализм разрушил их. Непонимание даров Святого Духа препятствует их возрастанию в субъективной истине. Они не могут осознать сверхъестественный феномен крещения Святым Духом, которое происходит в момент нашего спасения. Мы исполняемся Духом Святым, конечно, когда мы понимаем, что это такое, и просим Бога по вере. Крещение Духом Святым не имеет ничего общего с крещением Возрождения. Когда мы были в Индии, Церковь Христа из Бостона, которая учит крещение Возрождения, имела невероятное преимущество над другими миссионерами. У них много денег, много профессиональных людей. Они нанимали очень смышленных индусов, платили им хорошую зарплату, девять месяцев. Затем, если этот человек делает все, что говорит Библия, в соответствии с их деноминацией, и проходят водное крещение, только после этого они расценивают его спасенным. Я полагаю, что в обществе, в котором есть нужда в работе, это предложение очень заманчиво. Вы получаете работу у американцев, и вам платят деньги. Таким образом, для них очень легко стать последователями Церкви Христа. Наши друзья из Бомбея достаточно мудрые люди, и они увидели это. Когда к ним подходили эти люди, они спрашивали, сколько, сколько? Один брат сказал, а мне нужно играть в футбол? Они очень доктринальные люди, потому что у них есть учителя, такие как пастор Джон и пастор Глен. Если кто-то спросит вас, студента Библейского колледжа, о движении Крещения Возрождения, вы знаете, когда оно началось, вы знаете, в чем ошибка, вы знаете, что они скажут вам. Для этого вы приходите в колледж. Вы помните их главный стих, Деяние 2.38. Их ошибка в том, что здесь говорится о крещении Духом Святым. Павел говорит, «Я никого из вас не крестил, кроме некоторых людей». 1 Коринфянам 1, 13-17. Если бы спасение зависело от водного крещения, то будьте уверены, что Павел крестил бы их всех. Мы говорим об отождествлении с Христом. Когда мы почитаем себя на основании того, что Он сделал, Его смерть, доказательство нашей смерти и того факта, что мы умерли с Ним, Его не говорим о прошлом. Это индикатор того, что мы были погребены с Ним. Мы не говорим о чьем-то, о чьем-либо прошлом, потому что мы понимаем нашу позицию в Его смерти и погребении. Погребение – это доказательство вашей смерти. Если мне нужно ходить на консультации сто раз в год, это хорошее доказательство того, что я не умер и не погребен с Христом. Такие люди не могут понять малейшую часть этой истины. Они не могут ухватить ее. Им всегда нужна группа поддержки. В 17 веке философия психологии стала наиболее выраженной в обществе. Такие люди, как Баркли, Хоббс, Миллс и другие стали адвокатами этой философии. Иван Павлов, русский психолог, говорил об условленном рефлексе собаки. Конечно, у собаки есть условный рефлекс. Они действуют на основании запахов и так далее. вы знаете, чем больше в этом теле Христа люди называют собак Ники, это все становится все больше и больше популярным. мистер Дафф и доктор Лис. И даже стали называть уже и детей своих именем Ники. «Да, нормально, ничего». У собак есть условные рефлексы, потому что у них нет души. Они обучаются через повторение. человек обучается, когда мы адаптируемся и откликаемся на мир вокруг нас. Психолог из России наблюдал за собакой в объективной реальности ее поведения, которую он назвал условным и безусловным рефлексом. Ему не был интересен субъективный результат и психологический анализ, он говорит, «Поведение животного ассоциируется с раздражителями из сферы удовольствия и освобождением от боли». Итак, если человек хочет получить удовольствие и избавиться от боли, то тогда он будет стремиться к этому. Отсюда исходит алкоголизм, наркомания, чувственность, которые занимали свое место во многих культурах странах на протяжении веков. Павел сказал, компонент обучения основан на положительном укреплении. На положительном укреплении. Если поведение ассоциируется с болью или устранением удовольствия, это негативное укрепление. Скажем, человек пьет, чтобы освободить себя от боли. Когда устраняется удовольствие алкоголя, это становится негативным укреплением. Повторяющиеся опыты на условные рефлексы вырабатывают форму обучения или физического состояния. Такой тип ассоциаций становится выдающимся в 17 веке. Его отстаивали некоторые философы и практики. это быстро распространялось и очень быстро стало популярным среди психологов. Помните, что за ними стоит философия гуманизма и человеческого добра. сегодня психологи говорят, что если есть что-то, что устраняет от вас удовольствие, не сдерживайте ваш аппетит. Иисус Христос обращается к нам в Римлянам 6. В этой главе слово «смерть» упоминается 14 раз. Он говорит, «Вместо того, чтобы стараться изменить ваше поведение, стараясь уразуметь, что хорошо или плохо для вас, я принес в вашу жизнь смерть. Я принес в жизнь верующего смерть. смерть для всей истории Адама. Я сделал еще что-то. Я похоронил его. Я был полностью удовлетворен тем, что за его грехи было заплачено. Я похоронил его, чтобы он не беспокоился по поводу моего отношения к его грехам». В этом случае у верующего появляется сила и победа в его жизни. Я позволил ему участвовать вместе со мной в моем воскресении Духом Святым. Это самое замечательное, великолепное и позитивное обеспечение укрепления. Наша жизнь намного отличается от дней философов 17 века. Наша жизнь сейчас вместо того, чтобы быть управляемой субъективным опытом, обуславливается фактом того, что мы мертвы и были погребены. Было бы полной глупостью для меня осуждать вас за то, что с точки зрения Бога уже было погребено. Погребение есть доказательство смерти. И если человек занят этим, то в его жизни нет воскрешенной жизни. Удивительно. Моя жена позвонила мне сегодня утром и сказала, так и так, ты не мог бы позвонить определенным людям, потому что возникла проблема. я спросил, какая проблема? Она ответила, очень просто, занятость собой. Я продолжал, у тебя нет другого диагноза? Она ответила, они заняты своими обстоятельствами. Я сказал, хорошо, очень просто, есть ли еще что-то? Она сказала, занятость своими нуждами. и так, она сказала, занятость собой, обстоятельствами и нуждами. Я сказал, думаю, что тебе не нужно больше ни о чем говорить, это полная картина. Один из этих людей в служении уже 19 лет, он слышал очень много проповедей. Эти люди соотносятся с субъективным опытом и человеческим предложением горизонтальных взаимоотношений. Их мышление обусловлено их браком и обстоятельствами. И Иисус входит с воскресением в нашу жизнь. Он делится своей воскрешенной силой, потому что мы соедины с Ним. Мы наполнены Добротетелью любви. У нас есть это замечательное привилегие. Крещение это внешнее выражение внутренней веры. Фарисеи и книжники отказались креститься крещением Иоанновым Лука 7 29 30. Они не хотели отождествляться с этим. Мы должны понимать, что Сатана старается привязать людей к определенным вещам. И через эти связи люди вовлечены в ассоциацию, а ассоциация производит привычки из-за нужды в этих связях. Вот почему так сложно остановить аморальное поведение восставшего молодого человека. У них есть привязанность к плоти другого человека. И она производит в нем процесс обучения чувственного наслаждения. Из-за того, что это приносит удовольствие, они не хотят разрывать связи. Они хотят делать это снова и снова. Ассоциация с этим производит еще большее удовольствие. То же самое происходит с наркоманами, с алкоголиками. И Иисус входит и говорит, только у меня есть решение этой проблемы. Но я не думаю, что вы достаточно смиренны, чтобы послушать меня и подчиниться мне. Иоанна 10 глава 27 стих «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». На греческом оригинале эта же фраза будет звучать так «Человек, который слышит мой голос, почитает меня тем, что принимает содержание истины, которое дает им веру, и тогда он следует за мной». Иисус говорит здесь, «Сейчас у вас есть доступ к силе веры». Сила веры, 2-й фессалитийцам 1-11. Когда ваша вера почитает познание, практикует почитать себя, приносит урожай, действие в послушании, тогда в вашей вере есть сила. Библия называет это «могущественная вера». Вы представляете свое тело для практического действия вашего союза с Христом. Тогда мы отделяем себя от ассоциаций и зависимости от других людей. Мы избавляемся от них и становимся истинно свободными через Иисуса Христа. Римлянам 5-21 говорит о царстве ветхой греховной природы. Далее слово «властвовать» говорит о сатане и о его правлении. Они хотят царствовать через нашу ветхую греховную природу и их систему мира. Затем они хотят дать нам определенный опыт. Определенный опыт. Бог говорит «То, что будет происходить, они будут давать вам определенный опыт, чтобы вы освободились от стресса и давления». Бог говорит «Без веры угодить мне невозможно». Вера осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом. Когда ваша вера почитает Слово Божие и становится послушной, тогда ваша вера производит прогрессивную силу веры. «Воскресение Господа Иисуса Христа говорит о том, что Он победил и что Он все во все». Я, когда я разделяю с Ним Его воскресение, тогда я становлюсь победителем. «Это значит, что какой бы ни была моя слабость и царство греха и правление сатаны, я победитель. Действие Иисуса Христа в моей жизни, обеспечение Бога в силе веры отводит меня от отношения чувств и ощущений в отношении могущественной веры и объективной реальности». Римлянам 6.5 «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Это предсказанное и логическое будущее. Павел не говорит здесь о физическом воскресении, но о нашем духовном освящении и прославлении как результат нашего спасения. Смерть Христа была абсолютной и окончательной. Это значит, что наша смерть вместе с Ним в отношении греха имеет такое же качество. Она окончательна и абсолютна. Воскресение Христа было настоящим и славным. Воскресение привело Его в новую сферу жизни. Наше воскресение подобно Его воскресению, которое привело нас в новую сферу жизни. Когда мы видим слово «зная то», римлянам 366 Геноско глагол настоящего времени активного залога изъявительного наклонения. Это знание включает в себя знание через обозрение, через слушание, через объективное исследование на опыте, которое отводит нас от субъективного опыта. Мы знаем, мы знаем, мы знаем с вами. Не важно, что с нами происходит, мы знаем. Из-за того, что мы знаем, мы почитаем себя таковыми. Мы всегда можем почитать себя в соответствии с истиной, которую мы знаем, и не важно, какие есть у нас искушения, нужды, ассоциации, привязанности. Мы возвращаемся к объективной истине, и мы знаем. Мы переходим к послушанию веры и почитаем себя в соответствии с истиной. Приходит сила, появляется плод. Приходит сила, появляется плод, когда вера становится послушной. Когда наша вера действует в практическом послушании, это называется сила веры. Верующие часто не могут ухватить и понять римлянам шеи. Слово смерть употребляется 14 раз в римлянам шеи. Но все равно они не могут ухватить применение. Они могут понимать теологию и позиционный аспект, но они не могут испытать это на опыте. римлянам римлянам 10 8. Но что говорит Писание близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедует. Сила веры дает Божьим людям привилегию ходить в новизне жизни, а не в ветхой жизни, которой вы уже сыты по горло. Вы не можете измениться в определенных областях вашей жизни уже сто лет. Изучите Ефесянам первая глава с 15 по 23 стих. Изучите Ефесянам третья глава с 17 по 20 стих. Позвольте Святому Духу дать вам значение Римлянам 6. Свет с познанием и жизнь с информацией. Там мы возрастаем от веры к вере Римлянам 1.17. Праведность Бога является от веры к веру и появляется сила. Отец, распусти нас во имя Иисуса. Аминь. Аминь.